Зэков ЧВК Вагнер больше не будет. Об этом лично на днях заявил Евгений Пригожин. Повар Путина так прокомментировал российским СМИ ситуацию с вербовкой осужденных в колониях. Набор заключенных в группу Вагнера полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются. Вот только сами российские заключенные рассказывают об обратном. В колониях РФ вербовка идет полным ходом. Но желающих уже не сыскать. Новости о колоссальных потерях среди наемников ЧВК под Бахмутом, а именно туда Пригожин и бросил все отряды заключенных, быстро расползлись по тюрьмам. Потери среди вот этой вот массы зэков, которые гонят на украинский фронт, они настолько зашкаливают, что вступление в эту самую армию становится крайне непривлекательным. Какой смысл покупать лотерейный билет, если ты точно знаешь, что никто не выигрывает? Проигравших, судя по спутниковым снимкам, разрастающегося с неимоверной скоростью кладбища пригожинских наемников с каждым днем становится все больше. ЧВК-ватор, то у тебя есть 99% того, что ты станешь удобрением для украинских черноземов. И только лишь один какой-то мизерный процент, что ты можешь вернуться в Россию, возможно, даже покалеченный, без рук, без ног, но более-менее так функционирующим. И один процент не всех устраивает, на самом деле. Очень низкий, очень низкая вероятность. Вот зэки и не спешат отправляться с НАР прямо в могилу. Пусть российские тюрьмы и похожи на ГУЛАГ, но это все же лучше, чем ехать на убой в Украину. Никто, ни один человек больше с лагерей в Харби не поехал. Говорит, вы что гоните именно на смерть ехать? Так что вот такие друзья именно дела. Зэки тоже именно в России уже понимают, что именно в мешках домой ехать не хотят. Не наблюдается особый ажиотаж вступить в ряды пригожинских музыкантов и среди простых российских зэд-патриотов. Это и не удивительно, ведь в ЧВК новоиспеченным платят столько же, сколько и в регулярной российской армии. Там условия и отношения не намного лучше, но хоть потери среди личного состава значительно меньше. Его репутация и степень доверия со стороны властей, они очень сильно пострадали по результатам операции по «Солидару». Фактически сейчас пригожин потерял тот статус, который у него был до этой мясорубки. Желающих пойти наемникам в ЧВК «Вагнер» с каждым днем все меньше и меньше, причем катастрофически меньше, что невозможно даже компенсировать полноценные потери, которые они несут в зоне боевых действий в Украине. Но Пригожин не унывает. Огромную брешь в своих рядах личный повар Путина решил закрыть за счет заграничных наемников. На этот раз не из бедных африканских стран, а из самих Соединенных Штатов. Соответствующий ролик уже активно продвигается россиянами в интернете. Несмотря на то, что подобные ролики набирают в сети всего по несколько тысяч просмотров, Пригожин уже браво отрапортовал. От американских добровольцев ЧВК нет отбоя. После выхода рекламы ЧВК «Вагнера», ориентируемой на аудиторию США, к нам пришло более 10 миллионов заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнера», чтобы бороться против НАТО. В настоящий момент мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. То, что все это откровенная чушь, понятно, не только европейцам и американцам, но и самому Пригожину. Выставлять себя насмех для повара Путина не впервой. Пригожин, прежде всего, это лжец, абсолютный лжец, и его слова не стоит воспринимать за чистой монетой. Это лживая субстанция, не заслуживающая абсолютно никакого доверия, и которой не может пользоваться доверием. Поэтому он может сказать завтра, например, про 100 миллионов американцев, которые желают присоединиться к ЧВК «Вагнер». То есть ему следует верить? Что такое 10 миллионов? Ну, это вообще заоблачная цифра, которую даже адекватно воспринимать, как адекватную информацию, заслуживающую доверия, не имеет смысла. В России он смог более-менее собрать около 40 тысяч зек. 40 тысяч зек. А тут в США 10 миллионов. Все одиозные заявления Пригожина рассчитаны исключительно на внутреннюю аудиторию. Кремлю катастрофически не хватает громких новостей, которыми народ ежедневно обязан опичкать. Пропаганда. Путин из бункера не высовывается. На фронте армия РФ, как и раньше, несет колоссальные потери, а экономику окончательно добивают западные санкции. Пригожин же со своими громкими заявлениями переводит фокус общественности на себя. В России, наконец, появилась публичная политика. Просто ее деятели – это, как вежливее выразиться, это кровавые маньяки, которым место в криминальной хронике, и так, чтобы об этом поскорее забыть. Но в России это вот новое приключение Пригожина, и что он сказал Гиркину, и что Гиркин ответил ему, и какие сложности у Пригожина с вербовкой зэков – это и есть содержание публичной политики в России. Широкая медийность, пожалуй, единственное, что сейчас может помочь Пригожину удержаться при власти. Потери ЧВК «Вагнер» в этой войне огромны. По разным оценкам, это около 40 тысяч наемников. Восполнить их ни зэками, ни тем более добровольцами невозможно. Столько идиотов по всей, хоть и огромной России, но не наскребется. А без своих музыкантов Пригожин для Кремля бесполезен. Так что не исключено, что в ближайшем будущем ЧВК «Вагнера» по старой доброй традиции при помощи кувалды сыграет последнюю песню уже для самого Пригожина.